И преподаватель магистрских программ по мистико-эзотерическим движениям в русской христианской гуманитарной академии. Пожалуйста, Александр Юрьевич, Вам слово. Как уже сказано в теме моего доклада, я буду рассказывать о возникновении, развитии астрологической географии. Называется она еще топотезия от слова «топос» вместо человеческого, и тезис – это размещение, распределение. Еще ближе. Еще называется астрологом географическим управлением. Если кто не интересовался, любимой историей астрологии, то мы даже и не представляем, что самую древнюю форму астрологии, так называемую «Агон» астрология или астрология предзнаменований, она не оперировала зодиаком, не было гороскопов. То есть, когда они строили совсем по другим принципам. Но вот это самое древнейшее форму, она извлекла в древнем шумею. Можно в следующий слайд напомнить, где шумер располагался, вдруг кто не помнит. Это как раз нижнее течение реки «Изра» и «Тигра». Где-то в 3000 веке начала формироваться такая система предсказаний, по которой под четкой семьей. То есть, если на небе дошло какое-то событие, ну, как правильно, там фигурировали и землетрясения, и какие-то необычные атмосферные времени тоже, но это гораздо меньше было. Если на небе дошло какое-то событие «А», то, если на небе дошло какое-то событие «Б». Ну, например, типичное предсказание, да, если в первый день месяца не сам, восход Солнца выглядит как окропленной кровью, назервного состояния не будет, будут решения такие, что придется есть человеческий год. Ну, то есть, в общем, кровавое Солнце означало какие-то неприятности. И сформировалось к середине второго тысячелетия это целый такой компедиум из семидесятых табличек, которые сейчас называют «Инурма Ангон Ли», в которых около семи тысяч подобных признаменований. Вот по такой формуле. Астрологи тех времен просто работали так, сидел в Солнце смотрел, что-то увидел, пришел с утра к царю и сказал, вот у него есть это такое-то, это нам грозит тем-то. И вот, в вероятности, как раз за шумом палом, там громадное количество табличек найдет именно вот эти астрологи, которые докладывали о том, что у нас произошло лучше, чем нам это грозит впоследствии. Ну, как только подобные представления соревновались, сразу стало понятно, что надо как-то дифференцировать географически. Ну, например, затмение всегда было какой-то неприятностью, означало, например, умрет царь. Ну, не должен примерить все царей вокруг, правильно? Значит, надо как-то понять, в какой стране царь умрет. И для этого... То есть география рассуществовала много предусловий. Вот примерно так располагались, наверное, значительные страны в Мезоспотамии, и это расположение позволило их использовать вместо знакомых там востока, запада, севера и юга. То есть Амору означало запад, Элам – восток, Субарту – север и Амкад – юг. Ну, то есть в тексте встречаются эти названия страны именно, как аналоги стран все это наши. Вот. И если... Давай землетрясение, я говорю, с землетрясением там все было понятно, да? Если землетрясение вылазит, то неприятности тоже вылазит. Тут вопросов нет, да? А вот с затмениями, а затмения занимают большую половину вот этой вот олимонной Луны, там сложнее. Вот, давайте следующий слайд. То есть если, грубо говоря, перевести вот эти страны на наши страны свет, это картинка выглядела так, а эти так следующие, пожалуйста. А вот затмения интервретировались так. Если тень Луны или тень Солнца, ну, это и Луна, и Солнечный затмение во время этих временовек, с севера, ну и сверху, да, ну, для нас с севера, то Луна – вверх. Ну, неприятности там или это затмение относится к стране Амуро. Если снизу надо двигаться тень, то Субарту, если, соответственно, с правой или с западом, а как, ну и так далее. Следующая слайд, пожалуйста. Если совместить эти вот представления о том, как тень влияет с географией, я, например, никакой связи не нашел. Скорее всего, здесь уже было просто чисто эмпирическое. Ну, искали совпадение, было затмение, и, значит, были где-то там какие-то неприятности или события, и таким образом стабилилась связь между небесным евреем и земной. Вот у историка Петера Субарка, американского, очень интересная теория. Даже если это неправда, то происходило возникновение от астрологии примерно так. Он заметил, что в XXIV веке до н.э. буквально на протяжении шестидесяти лет не такого убедительного срока было совпадение в месяц не самого затмения, и в этом же году менялся правительство, ну, умирал царь. Понимаете, за три таких совпадения, за меньше чем 70 лет, вероятно, послужили в астрологии подобные вот примеры. И дело в том, что в этой серии «Номонный мир» одна из самых древнейших предзнаменаний, и именно как раз такое. Если вместе с Тесаном умрет, воевок будет затмений, то умрет царь Акан. Вот подобным образом, наверное, была сформирована вот эта система, что все относятся к стране Амуро, то есть надвижению Тереми. Это, конечно, был не единственный способ определить, в каком регионе относится затмение. Вот на следующий слайд. Небо делалось на три части. Часть, вот по центру этой экватории, и центральная часть неба называлась Путин. А если там какое-то событие происходило, то неважно, там могло быть молния, могло быть затемнение, там созвездия, затучили, до чего-то еще. А вот если Центр происходило, то это относилось к стране Элан, если сверху на пути Инвиля, то это относилось к стране Акан, если нижняя часть, то Амуро. Зависело от того, когда происходило затмение, утром, в середине ночи или в вечерние часы, тоже зависело от этого, к одной из трех стран относилось это затмение. Следующий слайд. Сформирована была связь между тем, в каком месяце затмение, и страной. Если это был первый, пятый или девятый месяц, то это была страна, как в этот месяц происходило. Дело в том, что тогда еще Зодиака не было. Зодиак возник позже, где-то в районе 7-го века до нашей эры, и он возник как совокупность 17-18 садвездий. Только было бы не говорить, это он с 13-го месяца начался. Не знаю, что это было бы, если она расспрашивает. А потом их количество было редукцировано для удобства, именно по количеству месяцев. Ну, так не всегда получалось, а то за эти месяцы, а потом урали вишни, и получилось так, что оно созвездит один месяц. Следующий слайд. И получилось так, что зодиакальные созвездия стали соответствовать определенным странам, то есть определенной географии. Это именно так и возникло. То есть сначала месяцы были соединены со странами, а потом, поскольку до этих месяцев были придуманы созвездия, в которых Солнце движется в этот месяц, то они были соединены по той же схеме со странами. Эти созвездия, объединения по три, называются в современной астрологии тригонами. Каждому тригон назначен управитель, это определенная география. Можно следующий знак? Ну, то есть получается, что вот уже в те времена возникло объединение со двести в тройке, по три тригона, и каждый управлял определенной страной, ну, западно-восточной географии. Греческая астрология, она как раз являлась, была инициирована знакомством с астрологией Несопотами. И в Греции она начала развиваться где-то с шестого века, но так слабо, пик ее развития и популярности второй века до нашей эры. К сожалению, у нас самая первая книга, греческая астрономическая, не греческая, а греческая, это книга первого века уже наша эра, астрономика Марка Манюля. И там есть астрологическая география. А, извините, я пропустил кусочек. А в текстах постоянно встречается еще связь созвездий с городами в Месопотамске. Вот это табличка для пользы Вавиловских текстов. И, естественно, как всегда, не все совпадают, некая корреляция прослеживается между городами и созвездием. Да, видите, кстати, здесь 15-12, это еще не полностью был сформирован зодиак в эти времена. По какой системе была построена связь созвездия с городом, сказать сложно, нигде это не объясняется в текстах. Возможно, это было построено во принципу богов-управителей городов. К Уру относится не единственный бык, город Уру, а он имеет покровительного бога Луны. Ну, соответственно, Луна с боком всегда ассоциируется. Или Сипар, подчиненный сам город. А это город Шамаша, адресы Алинасимова Шамаша. Ну, видимо, по такому принципу могла устроиться вся эта астрология соотнесения. Следующий, пожалуйста. И у Манилии, это просто карта уже нарисована потом, естественно, у него в тексте нет, есть вот такое соотнесение различных стран со знаками зодиака. Ну, соответственно, да. То есть, если какие-то затмения или что-то происходило в созвездии Тельца, то относилась к Азии, поскольку Азия подчинена Тельцу. Объяснение вот этой вот системы географии у Манилии достаточно странное. То есть, он это объясняет мифологически. Ну, например, про Пампеда и Егенскон подчинены Огну, потому что там утонуло дело. Помните, легенда о Золотом Руне, соответственно, история Золотого Руна происходила там, поэтому и подчинены этому заведию. Рак, понятный в Европе, там очень жарко, то есть, когда Солнце находится в знаке Рака, оно вселеннее всего ржет. Близнецам контакс Синский подчинен, потому что они связаны с Аполлоном, а символ Аполлона Лука контакс Синский похож на Лук. Вообще, там объяснения такие притянуты за уши, что, скорее всего, Манилия имела какую-то астрологическую географию, уже заимствованную, может быть, у тех же Шемеров или Зереминистического Египта, и просто пытался объяснить ее. Если бы он сначала придумал ее, то наверняка близнецам подчинена была Русланта, который ходит близнецов, а уж девя была подчинена Афины, которая и названа частью Афины Паллады. Ну а вот это все выглядит слишком притянуты за уши. Есть еще парочка таких астрологических географий, управленных Центрийского и Доротея, но там вообще просто списки без всяких повесений. Вот и следующий слайд. А что касается максимального развития и венца античной астрологии, то это, конечно, торбит вас с Птолемией, который был создан уже во втором веке на Шеверах. И Птолемей заинствовал, слегка изменив древнюю месопотамскую шхему. Вот это просто то же самое, которое мы уже показываем слева, то, что было в Месопоталии, в направлении затмений, а справа — это деление мира на квадранты, то есть во времена античности мир близлежит на четыре части. Вот Птолемей, автор знаменитой географии, мир делался на четыре квадранта. Можно посмотреть, что он просто повернул схему на шеверах до 45 градусов, чтобы совпало с квадрантами. И в его астрологическую географию как раз получается, что знаки зодиака первого тригона первого квадранта управляют северо-западной частью Земли. Теперь можно следующую картинку. Вот у меня есть нарисована эта карта. Толемей уже издание позднее, 16 века, но неважно, это перерисовано с карты древних. Соответственно, созвездия первого тригона управляют северо-западным квадрантом, и так далее. Второго тригона управляют точно так же, как было в месопотамской схеме. Единственное, что Толемей почему-то показалось, что это очень простая схема, и он меня несколько усложнил. Дело в том, что вот эти центральные, я подойду немножко, вот видите, тут стрелочки нарисованы, да? Согласно Толемей, вот самая битая часть мира в это время подчиняется не просто своему квадранту, своему тригону знаку Зодиака, но и отчасти управляет знаками Зодиака противоположного тригона. То есть вот северо-западный квадрант, для него влияет еще на знаки Зодиака второго квадранта. Почему он это сделал? Не знаю, наверное, это слишком простая схема. У Толемей уже нет никакой мифологии, он пытается научиться на том уровне вести, ну и объяснение такое, вот в пределах квадранта, ведь эти три знака Зодиака надо распределить, то, чем управляет, просто по характеру, по верованию людей. Гарри и Германия управляются Омном и Марсом, потому что они воинственные и твердологые. В общем, такая ассоциация без мифологии и всякой. Были еще несколько других вариаций. Например, у того же Толемея Земля делится на семь климатов. В те времена климат был несколько другой, чем сейчас значение, а сейчас мы понимаем, какой самопутный спортовый фактор. А тогда климат – это погребческий наклон, то есть получалась зона с различным наклоном Солнца на горизонт максимальный. Самый большой наклон – это вблизи экватора. Вот справа, это можно увеличить часть картинки? Вот эту, правую верхнюю. Вот они, видите, написано 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. То есть первый климат самый теплый, там, жарче всего, а седьмой, друг север, самый хороший. Ну, в принципе, сейчас смысл примерно такой же, что он изменен. И у стерлического философа Барда Александра встречается критикой этой системы, ну, как, ну, нельзя, а все климаты относились к всеми планетам. Классической астрологии. Ну, Барда Александровна ругает, что в Халдии не правы, потому что, ну, не могут люди во всей земле иметь одинаковый характер. Вот они не правы в своем климате. Вот я выписал здесь подчинение стран Уманилия и еще двух астрологов афантично, по которым встречается географическое подчинение. Это Таратей Знавский и Павел Александровский. Ну, тут тоже есть какие-то пересечения, а есть какие-то несовпадения. Но самое интересное, с астрологической географией оказалось то, что при подготовке к докладу, я, естественно, много чего перечитал, и оказалось, что среды астрологической географии и астрологии находятся даже в Библии. У них было тоже таким откровением. Ну, вы, наверное, помните, что на 50-й день после Пасхи, которая будет сейчас, празднуется Троица. Троица празднуется в честь чего? Апостолы собрались вместе, это 50-й день после Медисерия Христа, и на них сошли языки пламени, или разделяющие натры языков пламени, и они заговорили на разных языках. Но это было сделано для того, чтобы они могли проповедовать слово Господи по всему миру. И заговорили на каких языках? Окружающие люди услышали, что? Услышали, что говорят на их языках, кто? Парфиане, Медяне, Эламиты, жители Месопотамии, Иудеи, Каппадоки, Конты и Азии, Фреди и Парфилии, Египты и Чистели, Ирии, принадлежащие Керине, и пришедшие из Рима Иудеи и Бразилиты, Крептяне и Арритяне. Вот это дословная цитата из 2 главы Иерии Апостола. Давайте следующий слайд. Давайте посмотрим. Парфиане. Ни на что не похож список, который приводит апостол Павел. Персия, Парфия, Медия и Элам находились примерно так же, где находилась Персия. Вавилония. Зрители Месопотамии. Вавилония как раз находилась в Месопотамии. Люди рядом. Каппадокия, Каппадокия, Армения, Армения находится на берегах Кондексинского, правильно? Азия, Азия. Вопрос идет. Может быть, апостол Павел пользовался несколько другим вариантом. Видите, было несколько, не все до нас дошли. Ливия, Керамина, Шестерпадения, Италия, пришедшая из Рима, Критяне, Сея, Аравитяне. Ну, Сея находится на севере, Аравия. В хороший времена захватывала часть Аравии, правильно? Единственное, что приняла до Иония, Фригия, Памфрия, Египет. Но на самом деле Иония – это побережье Малой Азии, а Памфрия и Фригия находились тоже в Малой Азии и были, конечно, в Малой Азии. Во времена эллинизма тоже был населен греками. Это был Царство Роктолемии, потому что считал греками. Получается, Павел хотел показать, что они заговорили на языках всего мира, но взял список знаков зодиака, управляющих всем миром. Потому что они заговорили на языках людей от всем миром. Почему у меня последний вздум не на этого? Следующий, можно сказать. Там у меня еще в тезисах сказано, что в Средневеке использовался принцип герардический. Это я, честно говоря, позаимствовал, когда писал тезисы из словая Бекера «Мексиконная астрология», но сколько ни не сказал, хотя герардические карты не были, но чтобы использоваться астрологами, они не встречались. Дело в том, что в 17 веке стало модно как-то пытаться реформировать небо. Пытались сделать небо просто христианским. Это язык Юрий Шер и Цюгер решили, что в 17 веке христианство, а тут какие-то девицы однозорные на небе, какие-то боги языческие, ну и все решили поменять. В Мексиконе есть лодка святого Петра, естественно, вместо коронавируса Ковчег, 12 лекальных созвездий, естественно, 12 апостолами, и в эти 100 карты печатались во многих отраслях и Таи 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 Таи. Был такой Герфред Ланди, он придумал геральтический принцип и все созвездия поменял на те, которые ему показались соответствовать по своему виду каким-то гербам, правящим династиям в мире. И даже был сделан локус следующим. Вот такой смеси на судах в США металлический хороший глобус в том, что стараться на виду не сильно новые. А что касается современных, Телемей был, безусловно, авторитетом, если вы пользуетесь Телемейской, я знаю, это астрологический, а что касается современных авторологов, то в они поступают проще и логичнее, можно сказать, что это последнее. Просто берется гороскоп составляется на момент создания статуса, ну, подписание Телемейской зависимости, это же известно, как правило, и время, и место не происходило. Ну, составили гороскопы, посмотрели, ну, тут просто, есть авторопы, а тут и солнце, и окно, некоторые авторологи используют и окно. Вот, поэтому такая локус современная авторология. Спасибо вам. Все.